Дружба между девочками и женщинами Дело в том, что по своей природе женщина индивидуальна Это нам известно из психологии, из физиологии, из всего У нее существует четко свое представление о ее предназначении На физиологическом, на гормональном уровне Она должна рожать, она должна создать условия для своего потомства Она только об этом и заботится Подсознательно смотрит таким образом на мир Подсознательно таким образом выбирает себе партнера И все у нее вращается, так задано природой Вокруг продолжения рода Когда она будет хозяйкой в своем доме Для того, чтобы вырастить в нем свое потомство Это, в общем, задано природой на всех животных уровнях Ничего, так сказать, здесь, естественно, отрицательного нет И мы должны только правильно реализовывать эти природные наши инстинкты Свойства Мужчина, он не так завязан на это Мы видим это на животном уровне и на человеческом в том числе тоже Сегодня это вообще в связи с бурным окончательным развитием эгоизма Вообще затушевывается, мы видим, что как и женщины относятся к этому Так и мужчины Но у женщин это происходит вследствие просто навязывания новых стереотипов От общества И поэтому, хотя они, как вам сказать, запутаны в этих новых каких-то реальностях Что вот необходимо думать о голливудской карьере, о чем-то еще Но это все снаружи А внутри остается все та же неудовлетворенность нормальной семьей, детьми И вот таким вот семейным домостроем Поэтому, соответственно, с этим совсем невозможно проявление дружбы, любви, взаимопомощи, сотрудничества бескорыстного Между женщинами Они созданы природой для того, чтобы заботиться и думать только о своей реализации внутренней Домашней, что называется И поэтому мы должны это понимать И в нашем воспитании Желательном, о котором мы с вами говорим Мы должны просто идти не в разрез с природой Как мы все время с вами говорим В подобии природы То есть мы должны дальше изучать Все возможные наши внутренние инстинкты, побуждения И в мужчинах, и в женщинах В мальчиках, в девочках И правильно их развивать Значит, это уже диктует нам раздельное образование Раздельное, тем более, воспитание Раздельные требования и поощрения И самое главное Раздельное участие Совершенно непохожее участие в группе Когда девочки занимаются в группе Они могут сотрудничать между собой Для достижения высшей цели В принципе Каким-то образом себя Аннулируя перед ней По важности цели Но все-таки Они не могут Абсорбировать Я бы сказал Они не могут Изолироваться Они не могут приподняться Над своим Жизненным Земным И даже Извиняюсь Чтобы я был Неправильно понятен Животным Своей реализацией Этой Нормальной Природной реализации Которая требуется от них И поэтому У мальчиков Вполне возможно Буквально самопожертвование У них нет этого Устремления Четкого К семье К браку К К Потомству Это все Дополнение К какой-то цели К какому-то Наполнению Жизнью А у девочек Это все-таки Наполнение Жизнью Оно В первую очередь Укладывается В рамках семьи И поэтому Мы не Мы не можем требовать От них Такого же единения Объединения Между собой Взаимопомощь Я думаю Это правильное слово Которому Они должны Обучаться Что для достижения Высшей цели Они должны Соединяться Вместе Объединяться Вместе Не важно В какие группы В огромные В огромные Намного больше Чем мальчики Чем 10 Человек в группе Это не имеет значения Даже может быть Еще более поощрительно Потому что Теряется тогда Индивидуальность Каждой И говорится Только об общем Каком-то идеале Ради которого Мы идем вперед И что значит Этот идеал Ради которого Мы идем вперед Что мы берем Этот идеал И внутри семьи Внутри Своей личной жизни Со своим Мужем Со своими детьми Мы его реализуем Но он является Дополнительным Наполнением Внутри Семейной ячейки Когда вы Описывали Вот сейчас Ну Вот то что Касается девочек У меня в голове Возникло Такой образ Что Девочку Тогда получается Можно просто В семье воспитывать А нет необходимости Каких-то Классов Совместных Или все-таки Есть Ну То есть Растет себе Там с родителями В общем Вы правы С одной стороны Но с другой стороны Мы же желаем Создать Из нашего общества Общество Устремленное Вперед К единой цели Общество Которое бы существовало На принципе Взаимопомощи Взаимной отдачи Дружбы И в конце концов Любви Если это все Реализуется Через семью Через Давление На мужскую Часть общества То тогда Женщина Должна быть Все-таки Объединена В какие-то Группы В какие-то Какие-то Мероприятия И так далее То есть Невозможно В семье Единолично Только Создать это Потому что Реализация Она все равно Хотя и происходит Для женщины Внутри семьи Но семья Является Частью Чего-то Большего Ради чего В принципе Мы и живем Потому что Женский организм Хотя он И зациклен На природу Но женская душа Она также Устремлена К более высшей Реализации Чем просто Наша Это земная Жизнь Так что Все равно Работа Женской Частью Общества Это 60 Даже до 70 Процентов Общества Это Это важная работа Мы ее не можем Просто так Игнорировать Да Продолжение следует Субтитры подогнал «Симон»